Книга «Открытым оком» 7 том, вопрос 1869. Взаимоотношения. Можно ли как-то знать причины, по которым люди убегали от других людей? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Самые пустячные, иногда просто по подозрению. И главное – это лживое учение о девстве, как единственном условии угодности Христу, чтобы ему уневеститься. Эта ложь держится уже более полутора тысячелетий. Экклесиаст 8.3. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. 1 Тимофея 5.8. Если же кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 6.4. 1 Тимофея 6.5. Он тотчас скрылся от нас. Полагая, что это злой дух, мы впали в немалый страх и потому встали на молитву. По совершении молитвы, оглядевшись по сторонам, мы нашли в земле пещеру и поняли, что это был не злой дух, а какой-то раб Божий, который от нас скрылся. Подошедший к самой пещере мы молили и заклинали его показаться нам и не лишить нас своих молитв и полезной беседы. И услышали мы из пещеры такой ответ. Какой пользы вы от меня хотите? Я грешная и простая женщина. Зовут меня Мария. Была я псальтрией при церкви Христово воскресенье. И дьявол многих соблазнял мною. Во мне родился страх, чтобы не стать мне повинною в чьих-либо скверных помыслах и падении. И чтобы не увеличить мне через сто своих грехов, я усердно молилась Богу о том, чтобы Он избавил меня от такого соблазна. И так однажды, умилившись сердцем и проникшись страхом Божиим, я пошла в Силаам, почерпнула там в сосуд воды, взяла также с собою корзинку с мочеными бобами и, поручивши себя божественному заступлению, ушла ночью из святого города в пустыню. Бог же благоволил привезти меня сюда. И вот уже восемнадцать лет я живу здесь. Несмотря на свои преклонные годы, святой Кириак отличался крепостью тела, был трудолюбив и очень деятелен, никогда не оставался праздным. Он или молился, или работал. Был он человеком, доступным для всех, прозорливым, учительным и правоверующим. И исполнен был Духа Святаго и благодати Божией.